Ну вот, проясняется, 9 с копейками, уже первые 3 человека пробежали, два парня, одна деваха, не останавливаясь, вот мой ночлег экстремальный, минут 10 как запалил костер, сушусь, все что вчера вымокло, досушиваю, и удивляюсь, конечно, приуратности погоды, уже вот сопка, то одна, то другая виднеется, туманчик затягивает, ну вроде как облака сдувают, сейчас минут 10 посушусь, мне главное носки и штаны, остальное все более-менее высушил еще ночью, и пойду тоже, пока туманчик, он появилась, гора более высокая, народ торопится куда-то, это вот гора, ну то есть час туда еще, даже больше, час 10, ну возьму с собой водички, остальное все тут кину, соку может, колбаски, копченые бутерброды нарежу, он уже даже видно, второй перевал, он туда, дальше к Фалазе, если получается на нем сосредоточиться, это вот первая гора, занята, вторая, ну дай бог, дай бог, не обманули в синоптике, зря что ли страдал, 10-20, я трогаюсь в путь, все высушено, переоделся в стильную, так сказать, курточку, уже даже иногда солнышко появляется, главное высушил носки, потянуть чуть-чуть, мокрые красочины, водные носки спасают, поэтому ноги сухие, дышу тяжело, потому что жарко, сидел у костра, даже вспотел, слегонца, ну как вспотел, чуть-чуть, открытые части, все, костер догорает, пошел смотреть планы, конечно, без горба, на спине идет все вообще сказочно, как вот бегают молодые люди, в трусиках, в маечках, ну мне не велит туристский, блин, бог-то ходит, армейский пограничный, вот мой грузик взял, аккумулятор большой, на всякий случай, интересно, в общем, можно было, конечно, посох выпилить, ну ладно, вот такая вот картина, телефон заряжен полностью, поэтому надеюсь, удастся поснимать, все-таки час идти, к 12, я думаю, планы будут, ну ориентировочно, до 12 посидеть, в полдень тронуться вниз, там сборка, и, наверное, буду по прямой все-таки спускаться, лучше я сделаю круг, потом заберу вещи, почему, потому что сырость, по-ровному бегать, все раз удобнее, быстрее, чем по-сырому, тем более с грузом, ну и груз, в принципе, уже маршрут определился, то есть все равно возвращаться к Лукьяновке, по этому, легче таскать, так, ну выключаюсь, потому что равновесие трудно держать, вот какие, сейчас, может, еще попробую в дырку, тут не везде дырки есть, и не везде туман, открыл еще сопки, камни, наваленные богом, сейчас уже должна закончиться вот эта фигня метров через сто, и пойдет открытое до самой вершины пространство, неожиданно деревья закончились, тропа из предполя вот этого предгоря вышла на открытый участок, где уже одни камни, мегалиты, место называется алтарь, вот оно, ну, конечно, как же наши люди без этого, денег накидали, чтобы они ржавели, денег что-то маловато, пятитысячных я не вижу, давайте, спонсоры канала, подкиньте за страдания, так, и вот пошел хребет, вот я по нему хотел пойти, то есть забраться на верхотуру и пойти по хребту, потом вот там переход, и там, 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 и уйти на фалазу, ну, фалаза сейчас закрыта, то есть, видимо, все-таки от горы надо, да, стартовать, но я как бы подзабыл немного, поэтому, вот, ну, из-за погоды плохой, из-за херовых прогнозов, из-за проблем с тропами, в общем, этот маршрут, вот там вот стена отменяется, единственное, что ради любопытства можно на стену сходить, но воды мало тоже, воды я что-то не набрал, хотя куча росы, вот растет джимала зеленая, видно, да, абсолютно зеленая еще, а внизу уже спелая, то есть, через пару неделек будет джималась, даже, может, через недельку, вот она так, этими самыми, прям вдоль тропы уходит, ну, типично горный такой ландшафт, извините, что я опять так кручу, то есть, ну, обзор уже даже отсюда, то есть, помаленьку облака раскатывает, раскидывает, в общем, великолепный, ну, еще где-то сейчас ковыляться, может, чуть меньше, спортсмены, он, добегали за 40 минут, но я не спортсмен, старик уже, поэтому, дедушке, как говорится, не зазорно, ну, а сейчас еще попробую, закрывает елка, мне хочется топтаться, сейчас с этой стороны, эх, закрывает она вершину, ну, я думаю, молодые люди уже там, вот еще жимолость, ну, росы даже сейчас видно, немерено просто, то есть, ну, нет у меня брюк таких, надо, в общем, водоотталкивающую экипировку, чтобы идти сразу с утра, не теряя времени, или осенью, когда морозец будет, оно будет не так выпадать, росток будет испаряться больше, эх, не видно ничего, ну, может, сейчас развеется, часам к 12, сниму я фалазу, остановился снять живописные вот такие ямы, ну, чем не берлога, да, подземная, а может, там вообще ведет куда-нибудь в глубь горы ход, заваленный просто в этой стене, которая была раздолбана, развалена, алтаря уже отсюда, ну, вон, береза поваленная, вон, видно, прошел весь мок, ну, потому что все-таки хоть передо мной люди шли, зацепил меня к ужимолости, окатил, а сейчас просто специально для вас, вот видите, случайным образом наваленные камни, вот крупный план, сейчас на них залезу, размер впечатляет, то есть, вон там в конце выше, ну, в мой рост, метр восемьдесят где-то, плюс-минус там десять сантиметров, может, метр девяносто даже, и вот мегалиты эти все улетели таким курумником, какая-то сила их сумасшедшая сбила, вот, переломала, поставила на попа, вот, смотрите, они все достаточно красиво выглядят, вот, вон там стена дальше, то есть, есть уже заросшие, вот, вон она, загадка, все списывают на явление природы, якобы землетрясение, что это за землетрясение такое, которое вот так вот обтесало камни ровно, вот, сейчас зайду на них, кстати, эти отлично, вот, правильно, что я не торопился с утра, камни высохли, ноги уже не скользят, уже, как бы, горные ботинки оправдывают свое название, надеюсь, он стоит прочно, я на него уже лазил, даже вибрация идет, но если что, прыгать вниз, а тропа вот снизу, видно, да, но сниму себя, так и быть, а идти нужно вот первая вершинка, вот, тригапунт вон там дальше стоит, стоит, оно не принципиально, но главное дойти до первой, как бы, штуки, ну, там уже до тригапункта остается метров 150, просто силы расходуются, я вот хочу там натрясти в кружку росы, сжимолости, пока она под солнцем не высохнет, чтоб тащу с собой сок и воды, где-то 200, стакан, по сути, грамм 150 сока, разбавлено уже с водой, ну, потому что холодное приятнее, тем более с фруктозой, с глюкозой, вот я спускаюсь, смотрите, вот это я стою ногами, оперевшись рукой, еще на одну ступеньку, она уже вровень с глазами, то есть вот, какой размер, вот блок 3, где-то три с половиной длины, так, ну, ладно, на тропу возвращаю, хорош скакать по камням, по тропе, кстати, немножко неудобнее идти, скакать иногда быстрее, если силы есть, то природа так, обтесала аккуратно, блочок к блочку выложила, ну, она шутница, вот куда я лазил, да, стоит, природа любит тогда пошутить, так, глициологи там и прочие, умники, ого, а вот я не помню, вообще должна быть справа, по-моему, ну, ладно, это может и в тупик упереться, пойду по ней, что-то я в прошлый раз ходил справа вроде от этой стены, сейчас покажу мегалитическую кладку, уже про это много сказано в прошлом фильме, хотя я тогда уставший был, мне, конечно, было особо не до съемок, и время поджимало, сейчас меня ничто не держит, вот она, кладка, вот еще следующего, то есть так, пирамидально, ступеньками видно, да, раз, два, пошла, ну, и там присыпано грунтом заросшее, вот она ровная, можно отвес проверять, как определенный уголок, кедра зацепился, растет, вот, простите, я сейчас буду много не в попад говорить, потому что есть цель, дыхалка там сбита, ладно, тут остановимся, тоже природа, обтесала, вложила так слоями, блачок в блачку, заняться ей не хрен больше в природе, да, там еще стенка, заросшая, разбитая, сила, они же странные природные, о, конденсат, как он, можно попить воду, они же странные, им же на работу не ходить, я надеюсь, эти видеокадры мои благополучно достигнут компьютера, и, в конце концов, монтажа, интернета, и я их в завершение догружу к фильму, то есть будет путешествие к горе загадок, возвращение, или как-то так, ну, в общем, подсказывайте, кто придумает название, окажет спонсорскую помощь каналу, упомянув титры, да, великолепно, как она вчера стояла насмерть, скорее насквозь, чтоб не пустить сюда, и какая сегодня идеальная картинка просто, сухие камни, идти одно удовольствие, прохлада, прямого солнца нет, ну, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет, как-то песня пилась про веселый ветер, вернее, нет ветра холодного, как вот осень я ходил, на Верхотуре задувал странный ветер, ну, там, наверное, есть, просто еще я не дошел до Верхотуры, пока вам все вот показываю природу, да, сравните с красноярскими столбами, вот природе заняться нефиг, она вот такой блок вытащила прямоугольник, хоть кран подгоняй, вот такие вот стены, это уже гроты, тут тропа для созерцателей, ладно, идем дальше, еще серьезно до восточной работы, полчаса минимум, а то и час, эй, камень, ты что тут делаешь, а стою я тут, мне вот делать больше нечего, стою и все, решил постоять, такой метра, да под 4, ну, 3, больше 3 точно, даже больше трех с половиной, 3,80 где-то, на него залезть проблема, ну, собственно, фотография-то есть, в прошлом фильме я ее снимал, лазил наверх, вот это все, циклопическое сооружение, под которым поляночка и тропа вниз уходят, если останется время, не факт, и главное силой, я на него слазю, собственно, оно вот на всех визитках Педана, оно, тогда и лес, ох, было весело, и понял, что зря я на нее лазил, потому что едва, как говорится, не сдох на подъеме, на последнем, вот, затаскивает туманом, ну, тут люди пишут всякие, иероглифы на камнях, особо упоротые альпинисты, да ползают досюда, там даже баня есть, такая закрытая, ну, я знал одного товарища, который вот тут вот именно ночевал, очень уникальный человечек, Андрюха, с находки, привет тебе, от твоего тезки из комсы, вода твоя меня тогда просто спасла, потому что я бы просто сдох, и повернул назад, даже есть малинка, а когда полтора литра воды ты находишь, неожиданно вдруг, самый нужный момент, 11 часов 18 минут, хронометраж веду для того, чтобы вы могли прикидывать свои силы и возможности, ну, и узнавали эти места, если сюда пойдете, кто не был ни разу, вот я уже выше гребня, то есть гребень остался снизу, но как на него выходить, ума не приложу, я думал, тогда увижу, что как-то бочком через Курумник, ну, там вот ступеньки есть, отвесные, по которым просто не залезешь, тем более с рюкзаком, а обходить их тоже, вопрос ветровалов и всего прочего, тропу надо искать, ну, по гребню, по идее, должна быть тропа, ну, в общем, не для этого раза, это надо литров 5 воды сюда затаскивать, минимум, потому что даже если потом силы покинуть, в другой распадок в ключ спускаться, в другой или в следующий, и главное, конечно, что в тумане, можно просто не увидеть, это вот хорошо, я стою на господствующей высоте, и то, смотрите, господство продлилось ровно до тучи, которая принесла снизу, испаряется, и все, и закрывает моментально, вот где я шел, где я снимал большой камень стоячий, вот оно, сейчас наведу на него, вот оно, увеличение, сейчас сделаю 6 крат максимально, вот, вы не думайте, что он близко, вот от него я, наверное, минут 20, если не 25, ковыряю, ну, потому что не быстро, тут уже камни шатаются, и тропа пару раз так терялся, лес по камням, ну, вот, уже скоро триговышка будет, еще 20, ну, 30, наверное, минут, и тут резко как-то это, вот было более-менее плавно, а вот здесь вот, после камня, вот этого, большого, уклон возрос, что тоже, расход вызывает энергии, я вот снял, просушиться, просто весь мокрый, а воздух уже прохладнее, чем внизу, как вчера под дождем, поэтому думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, экстрим такой, специфический, в общем, ежики в тумане, так, не вижу этот триггопункт, забрел, вроде кажется, наверхушку, может еще одна, там, коварство, не знает границ, памяти нет нифига, я камни вижу, на каком они уровне, должны, велики всякие прикручены быть, сижу думаю, холодно, думать надо быстро, чтобы не простыть, потому что взмокший весь, ну я с дуру вот залез, бочком-бочком на курумник, на стену, может быть не надо было сюда лезть, может быть надо было низом, там шла тропа, но я побоялся, что эта тропа все-таки, так, ну вроде вон там вершинка, не вижу я людей, вот увеличиваю, голоса слышал, а, вон она, да, вон еще, ну значит еще идти надо, спускаюсь на тропу, ну зато вот вам план снял, тропа вот где большой камень, вот тут вот, ниже идет, ну для любителей обзора, конечно, здесь тоже было бы красиво, но нужен подтвержденный результат, ой сука, там еще минут 20 наверное лезть, поэтому я пойду, заодно с людьми пообщаюсь, вот на горизонте курумник, с которого я снимал, и который я принял по ошибке за вершину, ну в тумане он, так бы он виден был хорошо, идти тут, такой перешейк, догнал ребят, они уже спускаются, сидят обедуясь, ребята, десчата, поговорили чуть-чуть, пока передыхал, ну вот по лезвию, по лезвию, телефон я все-таки спрячу, потому что камни шатаются, один раз я все-таки, чуть не сыграл, кстати, тут есть вода, вот рекомендую, правда видите, с землей, ну хотя бы умыться можно, в таких вот выбоинках, испариться, конечно, но это классно, с камня, который играет, соступился, и раза три скаканул с айгаком, ну спасли тапочки хорошие, то есть без вопросов, тапочки что надо, вот приятно это все снять, не бежать с загнанной лошадью, а вот прям зайти так степенно, и так повести камерой, послушать, как там бултыхаются остатки сока, посмаковать, как в фильме, анализирует то, дай покайфовать, док, вот у меня сейчас такая же, картина, предлагаю, две минуты кайфа, вместе с Юричем, всех, кто к чему-то стремится, к большим, к малым целям, даже к эгоистичным, личным, глобальным, за вашу удачу, вот пью сок это, за ваше везение, за то, чтобы вам, люди мои, по жизни перло, чтобы вы были, как терминаторы, целеустремленные, и, чтобы вы могли вернуться, куда захотите, и я тоже, возвращаюсь, спустя, почти шесть лет, ну, шести полных нет, ну, скажем, шесть все равно, с 15 по 2021, вот на это место, знамя очередное, ну, дальше ниже, дальше смысла нет, вот самый высокий камень, вон туда я и пойду, это все, геодезисный поставили, как им удобнее, не обязательно залазить, на самый большой камень, надо сесть, на самый удобный, уж не знаю, малина будет тут, кто ее съест, с вами Юрич, приморье, чертовы, дебри, ливадийских гор, пидан, это вертолета, похоже, да, от МИД второго, все, закончили, Домой, пора домой, ой, ху, 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 м, ху, м, 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 через левое плечо туман в общем песни но его есть вариант переделанный для пограничника забыл слова ну в общем вагран наряд уходит в сырой туман и где-то ждут и письма пишут так не сбиться с тропы что на радость все ошибки совершаются обычно при спуске когда люди эйфории расслабон а силенок то меньше и вот тут вот коварство не знает границ гор и вообще жизни поэтому всегда надо перевести дух подкрепиться подумать рассчитать свои силы принять правильное решение сейчас покажу здесь очень интересно прям дорожка как будто парк какой-то ландшафтный это вот еще одна полянка совсем уж где можно от ветра укрыться вода я уже так галопом скорость будет два в три раза быстрее вниз вниз опять помогает сила гравитации так а ну да вот она вода гравитация тащит вниз главное не давать чтоб ускорение стало максимально иначе опасно а ну я ушел с тропы даже ё-моё я пошел по курумнику куда-то ох ё-моё лишь как козерогу по курумнику скакать кайф забываю что возраст уже не тут а тропа левее несём обратно мусор не сорим не засираем природу сожгем в костре природа наша все что у нас осталось это моя карма на сегодня дотащить вот эту мусорку опа ай обратно с горы что-то не туда опять попал в рассу сейчас полянку покажу если вы услышите на горе голоса не думайте что это глюки это значит что тут другие туристы ходят вот видите кастрюлька прочие дела даже вот дровишки украш все равно тут засранных под завтра на ну от ветра можно спрятаться тент поставить воды только нет ай ай блин шел шел свернул в другую тропу можно вас планчик включить так фоном к вопросу если вы услышали где-то в лесу голоса можете не пугаться вначале что это у вас глюки может просто такие же как и вы отмороженные туристы ходят в тумане поэтому кто захочет в беде оставаться один кто захочет уйти зову сердца не вневля но спускаемся мы с покоренных вершин что же делать и боги спускались на землю так оставьте ненужные споры я себе уже все доказал лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал вот опять проблески вот сейчас наведу крупным планом вон поваленные березы вон там он пола полянка где я лагерь свой разбил туда мне надо чесать не спеша за час ну тут все молоко висит такие вот загадочные дела домик можно жить только продукты воду добывать методом зонтик зонтик пойду вдоль стены пройду посмотрите направо вот по стене пройдем древние стены построила высокоразвитая цивилизация жившая на планете за несколько тысяч лет до появления нынешних дикарей от этой высокоразвитой цивилизации остались мегалистические сооружения назначения которых никому не понятно поскольку в результате какого-то пьяного дебоша космических масштабов часть строений была уничтожена восстановить их внешний вид принцип действия и назначение не представляется возможным 15 копейками ну вот все собрано даже воды чуть-чуть осталось стакан примерно что-то мошка разошлась стала кусать даже который сроду не было 30 градусов мы не наблюдаем ну и ладно одеваюсь двигаю вниз напрямую туда я не пойду больше слишком тяжкой опасно поэтому выйду сейчас к людям там если силы останутся схожу заберу бивак либо завтра уже посмотрим как погода будет все от погоды здесь погода может опять дождем разродиться что-то мне не нравится вот эти вот облачка